Библейский портал экзегет.ру представляет Мы начинаем цикл лекций в рамках библейского портала экзегет.ру Евангелие от Матфея, первая глава Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова В самых первых словах Евангелия от Матфея Мы находим два имени нашего Господа, Иисуса Христа Первое имя, имя данное по рождению, а второе имя данное по служению Имя Иисус греческое соответствует еврейскому послепленному имени Иешуа Что значит Бог спасает, Бог помогает Или еще более древняя форма Иегошуа или Иегова Традиционно имя Иисус значило у иудеев спаситель или помощник Слово Христос происходит от обряда помазания И по-славянски поэтому Христос соответствует имени помазанник По-еврейски мешиах В Ветхом Завете помазывали первосвященников, царей и пророков Но, конечно, как имя собственное, оно могло быть дано только тому Кто в своем служении объединил в полноте все эти три вида служения И царское, и пророческое, и первосвященническое Сына Давидова, сына Аврамова, пишет евангелист Матфей И толкователь обращает внимание, что не случайно стоит здесь и сына Давидова, и сына Аврамова Хотя для ветхозаветных иудеев эпохи Христа Спасителя Достаточно было сказать сына Давидова И было бы понятно, что речь идет о Мессии Но святитель Иоанн Златоуст считает, что Матфей хочет противопоставить истинного Мессию Тому Мессии, которого ожидали иудеи эпохи Христа Спасителя Они ждали великого, славного, богатого, сильного царя Именно потомка царя Давида Царя, который в своем царствовании практически достиг апогея Но истинный Христос настолько же сын Давидов, как и сын Аврамов Вот Авраму были даны обетования о том, что в нем благословятся все племена земные Что семья его будет, как песок морской И в этих обетованиях зрится, конечно, то, что Мессия придет для спасения всего человечества Слово родословие, так мы читаем первое в Евангелии от Матфея, стоящее в русском переводе По-славянски звучит как книга родства А вот греческий текст дает нам определение или термин вевлос генезиос Который может быть переведен не как родословие, не как книга родства А даже как книга бытия Иисуса Христа У греков были термины, которые соответствовали бы нашему родословию Это или генеалогия, или синодия Но для Матфея важно поставить именно вевлос генезиос В древности книги не озаглавливались И мы считаем, что евангелист Матфей первым словом своего труда Обозначает название всей книги Это действительно книга нового бытия Того, что совершает в истории пришествие в мир нашего Господа Второй стих Авраам родил Исаака Исаак родил Иакова Иаков родил Иуду И дальше следует перечень предков Которые послужили для того, чтобы в мир пришел Спаситель Важно, что здесь евангелист Матфей делит все родословие на три больших периода Первый период от Враама до Давида Второй от Давида до Плена Вавилонского И третий период от Плена Вавилонского до Христа Владыки В каждом из периодов Матфей располагает по 14 родов Вот эти три периода соответствуют трем очень важным периодам истории Ветхозаветного Евдейства От Враама до Давида традиционно называется промежуток времени период обетований Дальше от Давида до Плена Вавилонского это период пророчеств А последний период от Плена Вавилонского до Христа это период ожиданий А в приложении именно вот к тому, как осуществлялось правление иудейским народом Мы можем эти же периоды назвать соответственно периодом патриархов, периодом царей и периодом первосвященников Важно, что Евангелист Матфей располагая по 14 родов в каждом периоде Вынужден для этого некоторых предков Христа опустить То есть не упоминать их, таким образом подогнать родословие именно под то, чтобы было по 14 родов в каждом периоде Кого опускает Евангелист Матфей? Ну вот здесь наблюдение святоотеческих экзегетов говорит нам о том, что опущены неблагочестивые предки Которые не ходили по исполнению заповедей Божьих, законов Божьих Которые впали, выдало поклонство и не принесли покаяния перед смертью В том, что ходили не вслед за Господом, выражаясь языком Священного Писания Но важно понять, что может значить число 14 Надо признать, что ветхозаветные иудеи жили по лунному календарю И вот здесь действительно период возрастания Луны и, соответственно, период убывания Луны соответствует 14 дням Возможно, вот это символически через историю иудейского народа отразил Евангелист Матфей Поскольку мы знаем, что Аврам пришел практически на пустое место из урахалдейского Вышел в землю обетованную И к царю Давиду, к моменту царствования царя Давида Иудейское царство достигло своего расцвета То есть это соответствует от новолуния к полнолунию Затем, когда пришел к власти Соломон и впал в грехи Царство иудейское начинает убывать И в конце концов все заканчивается пленом вавилонским То есть сходит на нет жизни иудейского народа в пределах святой земли Что соответствует, конечно, промежутку от полнолуния к исчезновению Луны Ну и последнее, от плена вавилонского до Христа владыки Соответственно, опять это расцвет иудейского царства Но иногда говорят о том еще, что число 14 выражает собой именно имя Давид Если без огласовок по-еврейски записать имя Давид И перевести буквы в цифровые обозначения Сложить между собой сумму этих цифр То как раз получится число 14 Что тоже, конечно, будет свидетельствовать о том ветхозаветному иудею Что в мир пришел истинный и обетованный Мессия Важно, что в третьем периоде Евангелист Матфей ставит 14 родов Но они получатся только при одном условии Если мы под счет возьмем Деву Марию То есть должны будем считать так Иосиф 12, Дева Мария 13 И тогда получится Христос 14 Возможно, этим Евангелист Матфей хочет выразить очень важную истину То, что в непосредственном отношении к пришествию в мир Нашего Господа стоит только Дева Мария Ну и само по себе перечисление Мы тоже должны обратить внимание Если идет в активном залоге Авраам родил Исаака Исаак родил Иакова То, когда Матфей доходит до Христа Он говорит так Яков родил Иосифа, мужа Марии От которой родился Иисус Называемый Христос То есть Христос приходит по своему волению В мир для спасения человечества Важно еще, что в родословной Евангелист Матфей упоминает женщин Хотя этого не требовалось Но их упоминание заставляет Конечно, нас рассуждать Для чего он это делает Святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на Матфея Говорит о том, что женщины, упоминающиеся в родословной Это или же женщины злонравные, или язычницы Ну вот здесь действительно упоминается Рахав, блудница, руфь А также та, которая была за Урию То есть имя ее Версавия Текст не называет Но, скорее всего, для Евангелиста Матфея Ветхозаветным иудеям было очень важно засвидетельствовать Что вхождение в Царство Небесное Определяется не исполнением дел закона И не сородством по плоти от Верама А именно делами покаяния и веры Которыми обиловали, конечно, упоминаемые женщины Это еще раз скажем Рахав, руфь, фомарь и Версавия Закончив перечисление родословной Евангелист Матфей приступает к описанию события Предшествовавшего Рождеству Христову Именно традиционно именуемое событие Благовестия Иосифу Хотя начинается оно со слов таких Рождество Иисуса Христа было так И дальше это 18 стих мы читаем По обручении матери его Марии с Иосифом Прежде нежели сочетались они Оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго Иосиф же муж ее, будучи праведен И не желая огласить ее Хотел тайно отпустить ее Но здесь речь идет о чем? О том, что, конечно, согласно преданию Мы знаем, Иосиф был обручен Деве Марии И в древности обручение Оно уже требовало, чтобы обручница жила в доме обрученного Она уже могла именоваться женой Но в данном случае уже, естественно Не могла быть никак нарушена быть супружеская верность И вот когда Иосиф увидел, что Дева Мария ждет ребенка Он приходит в очень сильное недоумение Как ему поступить? Вообще, ветхозаветное законодательство требовало Женщин, нарушивших супружескую верность Побивать камнями Которая, конечно, к пришествию в мир спасителя Была ослаблена тем, что муж должен был дать Обручнице или жене разводное письмо Где бы обязан был указать причину того Что он развелся с этой женщиной И если причина была именно нарушение супружеской верности То женщина была практически уже обречена На то, чтобы иметь возможность вступить в брак Но Иосиф здесь уже показывает, можно сказать, новозаветную праведность Вот эту справедливость милующую Как называет ее святитель Иоанн Златоуст И он, не зная, как могло произойти то, что произошло Тайно отпускает Деву Марию Конечно, здесь мы уже говорим о событии из ряда вон Выходящем из обычного хода человеческих событий и историй Мы говорим о Боговоплощении, о том событии, которого никогда не было И больше никогда не будет в истории человечества Иосиф, конечно, не мог знать из книг Священного Писания О такой возможности реализации или осуществления Боговоплощения Поэтому, когда он помыслил то, что Дева Мария нарушила супружескую верность И подумал, что теперь нужно сделать, как ее отпустить Бог вмешивается в историю Посылается ангел, который, обращаясь к Иосифу, говорит Сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою Вот это наименование Иосифа сыном Давидовым Сразу возводит его, конечно, к мысли о пришедшем в мир Мессии И, конечно, Иосиф принимает свою жену, свою обручницу, Деву Марию Поскольку ангел дает откровение, что родившаяся в ней есть от Духа Святаго Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их Святые толкователи ставят вопрос, а почему Дева Мария тотчас по благовещению не известила Иосифа О том, что Дух Святой снизошел на нее, осенил ее утробу И Бог стал человеком, зачат был в утробе Девы Бога-человек Ну и отвечают на это, конечно, вот в таком уже русле, о котором мы рассуждали Чтобы не смутить ум Иосифа, чтобы не соблазнить его Когда, говорит святитель Иоанн Златоуст, дело уже перед глазами, в него легко поверить И вот, чтобы не было этих коварных, искусительных мыслей Дева Мария до того момента, как Иосиф сам все не увидел Вынуждена была хранить молчание Но сказав о том, что Иисус родился, Матфей добавляет такие слова А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка Который, говорит, все девы в очреве примет и родит сына И нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог Встав же Иосиф поступил, как повелел ему ангел И принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца И он нарек ему имя Иисус Но вот здесь мы видим, что евангелист Матфей приводит Ветхозаветное пророчество, это пророк Исаия, по нашему делению Это 7 глава, 14 стих Действительно очень важные слова о том, что Дева должна родить истинного Мессию Но мы видим, что здесь дается обетование, что нарекут ему имя Эммануил Описание нам говорит непосредственно наш текст о том, что Иосифу заповедуется Наречь его Иисусом, младенца родившегося Вот здесь, казалось бы, есть несовпадение, но на самом деле оно только зримое Поскольку в пророчестве стоит множественное число Нарекут имя ему Эммануил, то есть народы нарекут Слово Эммануил, как объясняет само Писание, значит с нами Бог Иными словами, когда Иисус придет в мир И народы, узрев Боговоплощения, должны будут сказать Воистину с нами Бог, то есть Эммануил Ну и последнее, достаточно непростое место Особенно если мы посмотрим в славянский или в греческий текст Это вот 24-25 стихи Восстав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел И принял жену свою, и не знал ее, как наконец По-славянски донди же, донди же ради сына своего первенца Донди же, который переводится на русский язык до тех пор, пока не Соответствует именно греческому термину эос Которое переводится действительно до тех пор, пока не случилось определенное событие И вот это место уже в древности многим еретикам давало повод кощунственно думать Что Иисус, поскольку он и здесь первенцем называется Был не единственный ребенок у Девы Марии Но и в то же время, седая древность, уже на этот вопрос, на это недоумение ответила Ну в частности, преподобный Анда Маскин в одном из своих трудов Рассуждая над этим местом, говорит Должно знать, что первенцем нарекается тот, кто разверзает лжеснову матери И не обязательно должны быть и последующие дети А то, что здесь встречается термин до тех пор, пока не То, как исключение мы можем его принимать Например, очень такой для слушателей, наверное, будет зрителей ясный пример Когда воскресший Господь является апостолом Он произносит такие слова «Се аз вами есть вовсе дни до скончания века» Вот здесь «до скончания века» тоже стоит греческое эос или дондиже Но мы понимаем, что Христос соединяется с истинно верующими Не до тех пор, пока закончится век, а во веки веков Поэтому это место мы можем спокойно принимать Как не указывающее на то, что если до момента принятия Девы Марии Иосиф ее не знал, после должен был знать И наши святые толкователи, в частности, святитель Игнатий Бринчанинов В своем учении о учении Православной Церкви о Божьей Матери Рассуждает примерно таким образом То, что когда Иосиф был обручен Деве Марии Он был уже 80-летним и, как замечает Священное Писание, праведным старцем То есть, он годился Деве Марии не то, что в мужья И не то, что в отцы, а уже, можно сказать, в деды и в прадеды И, конечно, будучи праведным, мог ли Иосиф дерзнуть на соите с Девой Марией В глазах родившегося уже Сына Божия Святитель А. Златоуст, в общем-то, и рассуждает по поводу этого текста В таком ключе Он говорит, то, что тебе должно знать, что было до Бога воплощения Ты знаешь из Писания А то, что было после, предоставляет, говорит святитель А. Златоуст Священное Писание уже твоему собственному уму и духовной интуиции Понимать, что ничего уже после того, как приходит Иисус в мир Быть между Иосифом и Девой Марией не могло Субтитры создавал DimaTorzok